Софья Андреевна Толстая И хочется поговорить о том, как мысль семейная представлена в «Войне и мире». Напомню, что книга начинается с того, что на ее страницах появляется Пьер Безухов, незаконно рожденный, человек без семьи, его отец вскоре умирает. И один из сюжетов «Войны и мира» — это, по сути дела, поиск Пьером семьи. Первая семья, которую Толстой нам покажет, — это семья Курагинах. Причем очень интересно здесь тоже наблюдать фамильные черты от физических. Ипполит Курагин неуловимо чем-то напоминает свою сестру, красавицу Элен, но у той это красота. Правда, красота неподвижная, мраморная. А у него лицо отуманено идиотизмом. Он был удивительно некрасив. Ну, а Анатоль красив так же, как и Элен. Ну, и нравственные качества Курагинах, их почти животный эгоизм, развратность Элен и Анатолия — тоже фамильные черты. Очень интересно, как Толстой дает объяснение Пьера и Элен. Во-первых, здесь, как и во множестве других эпизодов войны и мира, чувство оказывается истиннее, вернее, важнее, чем разум. Пьер чувствует, что Элен дурна, что ему не нужно делать предложение Элен. Кстати, дело осложняется тем, что Толстой описывает обед у Курагинах, гости, разговор общий, князь Василий. Среди всех этих искусственных разговоров попало здоровое чувство влечения друг к другу молодых мужчин и женщин, Элен и Пьера. И это естественное чувство преобладало над всем. Казалось бы, вот она, апология их отношений. Но для Толстого, для семьи этого недостаточно. И поэтому, когда Пьер, уговаривая себя под давлением Курагина, Василия, все-таки произносит по-французски, что тоже очень важно, знаменитую фразу «Je vous aimez, я вас люблю», он лжет, и он чувствует, что он лжет. Он пытается себя успокоить. Да, да я и люблю ее, говорит он себе. Нет. И после скандала с Долоховым, после дуэли, после разрыва с Элен, он будет себя считать виновным во всем. Почему он виновен? Да потому, что он произнес фразу неправильную, неверную, лживую, ложную. Он сказал, что он любит Элен, он ее не любил. А потом мы переносимся к Ростову. Это Москва, это Московский гостеприимный дом. И тоже толстовские контрасты работают так, как будто бы он специально предназначал их для школьного урока. Если Анна Павловна Шерер, или Шерер говорит, обращает к Пьеру Безухову поклон или приветствие самого низшего разряда, то Илья Андреевич Ростов стоит на лестнице, всем без исключения говорит Моншер или Машер, и всех зовет обедать в доме именины двух Натальи, матери и дочери. Непосредственность, искренность, живая жизнь. И все в семье живые, и физически даже важна такая подробность, например, как черные блестящие глаза. Все, кроме одной. Есть Вера. Она чужая. Перемудрили мы с Верочкой, скажет Илья Андреевич. Потому что он будет чувствовать, что она не такая, как все. Она не настоящая Ростова. И, как это замечательно, Толстой сработал, показал. Вера улыбнулась, но улыбка не украсила ее лица. Еще в повести детства Толстой скажет, мне кажется, в одной улыбке состоит то, что называют красотой лица. Если она красит лицо, лицо прекрасно. Если она не меняет лица, то лицо заурядно. А если она портит лицо, то лицо дурно. И этот найденный принцип работает и в войне, и мире. А потом Балконский. Лысые горы, надменные, гордые, с маленькими руками и ногами. Аристократы. Это фамильное. И не случайно, может быть, не очень с первого взгляда заметная, но очень важная сцена на именинном вечере у Ростовых, то, что Наташа танцует с Пьером. Возможно, пока Толстой писал эту сцену, он и не думал о том, как он закончит свою книгу. Но книга закончится объяснением Пьера и Наташи. Книга закончится в эпилоге изображением счастливой семьи Пьера и Наташи. Вот давайте пройдем только по этим эпизодам. Вот конец второго тома. Наташа Ростова разрывает отношения с князем Андреем после истории с Анатолием. Пьер по просьбе своего друга приезжает к Наташе с очень конкретной целью забрать у нее письма князя Андрея. Наташа неловко. Она чувствует свою вину. И Пьер смотрит на Наташу, и ему становится против ожидания. Ужасно жалко ее. ее искренней. Искреннего страдания. Ее милого лица заплаканного. И вдруг ни с того ни с сего Пьер говорит Наташе, что у нее впереди еще будет счастье. Наташа не верит. Я недостойна. И тут Пьер произносит слова, которые он не собирался произносить. Он говорит, если бы я был не я, а был самый умный и самый красивый человек, и к тому же был бы свободен, я бы на коленях просил у вас любви и руки вашей. Этого Наташа уже вынести не может. Она, разрыдавшись, убегает. И посмотрите, как замечательно заканчивает Толстой эту сцену. Куча спрашивает, куда ехать. И Пьер понимает, что никуда. Вот с его теперешним чувством он никуда не может поехать. И он говорит, домой. Домой, — сказал Пьер, несмотря на десять градусов мороза, распахивая медвежью шубу на своей широкой радостно дышавшей груди. Было морозно и ясно. Над грязными, полутемными улицами, над черными крышами стояло темное звездное небо. Пьер, только глядя на небо, не чувствовал оскорбительной низости всего земного в сравнении с высотой, на которой находилась его душа. При въезде на Арбатскую площадь огромное пространство звездного темного неба открылось глазам Пьера. Почти в середине этого неба, над Причистинским бульваром, окруженное, обсыпанное со всех сторон звездами, но отличаясь от всех близостью к Земле, белым светом и длинным, поднятым кверху хвостом, стояла огромная яркая комета 12-го года. Та самая комета, которая предвещала, как говорили, всякие ужасы и конец света. Но в Пьере светлая звезда, эта с длинным лучистым хвостом, не возбуждала никакого страшного чувства. Напротив, Пьер радостно, мокрыми от слез глазами, смотрел на эту светлую звезду, которая, как будто с невыразимой быстротой, пролетев неизмеримое пространство по параболической линии, вдруг, как вонзившаяся стрела в небо, влепилась тут в одно избранное ей место на черном небе и остановилась, энергично подняв кверху хвост, светясь и играя своим белым светом между бесчисленными другими мерцающими звездами. Пьеру казалось, что эта звезда вполне отвечала тому, что было в его расцветшей к новой жизни размягченной и ободренной душе. Вот этим заканчивается второй том. И когда начнется уже 12-й год, и начнется война 12-го года, и Пьер почувствует свою любовь к Наташе, он запретит себе бывать у Ростовых. Пройдет много времени. Пьер побывает в плену. Вернется из плена. Приедет из Орла в Москву. Навестит княжну Марию. Увидит у нее компаньонку в темном платье. И вдруг узнает. Княжна Мария скажет, неужели вы не узнаете? Он спросит про Наташу. Княжна Мария говорит, неужели вы не узнаете? И он в этой компаньонке узнает Наташу. Лицо Наташи улыбнулось, как заржавелая дверь, пишет Толстой. И на Пьера пахнуло и обдало забытым счастьем. Наташа выбегает из комнаты. И Толстой пьер стукнулась головой о косяк двери. Как проницательно заметил один филолог, историк литературы, Наташа распрямилась. И дальше в первой части эпилога видна была одна сильная, красивая и плодовитая самка. Явно полемический смысл в изображении семейной жизни Пьера и Наташи. И критика, естественно, не могла не откликнуться на это. Наташа в эпилоге, пишет журналист в газете «Новороссийский телеграф». Наташа в эпилоге – бешеная и неразвитая женщина, готовая зацеловать мужа до смерти в припадке безотчетной нежности или задушить его в припадке безотчетной ярости. Один из упреков критики состоит именно в том, что Толстой исказил одну из самых поэтических личностей своего романа. Что он сделал с Наташей? С какой целью? Вдобавок нужно заметить, что в описании этой бабы-яги, я цитирую, этой волчицы в человеческом образе, с ее бессмысленной нежностью к мужу и бессмысленной привязанностью к детям, автор вносит желание предъявить их нам как нечто сочувственное и поучительное. Так была понята Наташа Ростова, так была понята мысль семейная в современной Толстому критике. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...